Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Вечер добрый, все верно. В эфире программа «Трофей и рыбалка». У микрофона Владимир Сметанина. Удобнее, так сказать, устраивайтесь на своих местах, где вы можете нас сейчас слушать, у радиоприемников, в автомобиле, либо рядом с каким-то гаджетом, потому что слышать нас можно в том числе и в интернете. Программа будет длиться около 50 минут. Предстоит у нас такая интересная и увлекательная беседа. В первую очередь представляю Василия Мамонова, эксперта компании «Арсенал» на Комсомольской 8, профессионального рыболова. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, друзья. И большая радость сегодня. Еще один профессиональный рыболов к нам присоединился. Это Рустем Садыков, который в свободное от рыбалки время работает управляющим «Чапецк нефтепродукт». Вот так вот. Добрый вечер, Рустем. У нас большой был отклик на предыдущую передачу, где мы говорили очень подробно о рыбалке на Судака. Про Камской устье. Да, на Камском устье. Ко мне прям подходили, вот коллеги здесь на работе подходили, звонили, писали. Наши слушатели и просили рассказать о местах рыбалки. Вот еще, чтобы, возможно, не так далеко ехать, куда-то поехать еще в другое. По клевым местам Кировской области, да? Мы сегодня пройдемся. Вы поделитесь своим опытом, своими советами, рекомендациями и так далее. Естественно, у нас в розыгрыше 30 литров бензина «Ультра-92» от компании «Движение нефтепродукт». Мы все розыгрыши в конце озвучиваем. Так же сегодня поступим. Конечно. Точно так же, спустя примерно 45 минут об этом поговорим. Ну и у нас уже стала традицией в течение программы Василия... Неожиданно. Да, неожиданно. Неожиданно зададим вопрос. Озвучивает вопрос, вы отвечаете на него в нашей группе ВКонтакте, группе нашей радиостации ВКонтакте. Там специальная запись появляется. И, соответственно, тот, кто первым правильно отвечает, тот получает подарочный сертификат от компании «Арсенал». Точно. Все очень просто. Итак, клевые места. Да, клевых мест, на самом деле, у нас очень много. Давайте дайджест такой короткий проведем. Ну, вообще, на самом деле, река Вятка-то, она очень-очень хороша. Да кто бы спорил. Нет, в плане рыбалки. Я просто вот сужу о чем. Например, вот мы проводим турнир наш, да, вот «Трофеи Вятки». К нам приезжают люди из различных уголков нашей необъятной страны, да, и все. И вот когда мы с ними разговариваем, особенно это касается, там, вот, Москва, там, вот, вот такие, там, мегаполисы огромные. Они приезжают и говорят, ребят, как классно порыбачить на дикой реке. Они привыкли к тому, что, ну, в основном... Дикой в смысле? Ну, основная рыбалка – это водохранилище. Вот Волгу назвать рекой уже язык не поворачивается, потому что это каскад водохранилищ. То есть там ничего от реки уже не осталось фактически. Дамбы какие-то все время. Ну, все, то есть это вот плотина между ними, там какое-то водохранилище. Следующая плотина водохранилища, она более или менее похожа на реку в самом верху и в самом низу. Да, то есть вот в устье и у истока. Вот там еще как-то вроде бы есть такое понятие реки, а здесь все. Там водохранилище, там течение зависит от работы этих гидроузлов. Закрытой плотины нет течения, открытой плотины есть течение, и все. Ну, вот та же самая Куйбышевская водохранилища. Совершенно верно. Их там много, Верхнекамская, Нижнекамская, там и все оставшиеся там. И Кама-то тоже практически такая же уже становится. А у нас река-то в полной мере дикая. То есть она живет своей жизнью у нас каждый год там из-за того, что у нас там песчаная, в основном, да, песок, меняется русло, у нас вымывает новые ямы, там что-то замывает. У нас падают деревья в воду, у нас там целый лес этот коряжник какой-то, да, дикий, в котором живет рыба. И вот рыболов, когда приезжает к нам на вятку, он смотрит и говорит, нифига себе, это обалдеть. Тут надо поработать. Вот клево, да. Все, и поэтому вятка, она хороша, она очень сложная река с точки зрения поимки рыбы. Я скажу, что на ней поймать-то не очень и просто. Вот я, например, там всю свою жизнь провел на вятке. Я не скажу, что так, о, я приеду, там точно рыбы поймают. Да вот не бывает такого. Строптивая река. Ну, очень, да. Смейноровная. У нас, скажем так, очень трудно рыбачить на реке из-за достаточно сильного течения. У нас нет запредельных глубин, которые есть на водохранилищах, да, но тем не менее у нас там на глубине 5-6 метров. Иногда летом 50 грамм там ставишь, кидаешь и дна не находишь. Ну, то есть течение. Соответственно, рыба выбирает какие-то вот стоянки там интересные, да. Вот об этом-то, наверное, сегодня мы и поговорим. Ну, я вот, наверное, начну, если по клевым местам. А давайте Рустем сразу спросим. У вас опыт общения с рекой Вяткой, он есть? Да, есть. В плане, как раз-таки, да, попыток поймать рыбу или... У меня, что примечательно, насколько я помню, турнир проходит в районе Разбойного бора, да? Это вот первые турниры там проходили, а вот сейчас мы в Петропавловске, советский район. Советский район, да. У меня знакомство с Вяткой очень так плотно состоялось. Вот впервые я там поймал трофейную для себя и щуку на 6 килограмм. На спиннинг? Да, на спиннинг. Как раз в районе Разбойного бора. Это был, конечно, вообще такой дикий восторг. А второе место, которое для меня так достаточно знакомо, это район Петропавловского. Вот эти места. Упомянутого, да, уже? Да. Да, эти районы. Вот больше я Вятку не знаю, но знаю, что ездят рыбачи-то от Мамадыш очень активно. Мамадыш – это уже самая низа, это уже перед Устьем с Камой, это уже не наша епархия. Епархия, да, скажем так, это уже у нас Татарстан получается, но там достаточно много. Но Вятка. Но Вятка, да. Очень интересные места там в Малмыже, в Уржуме, там очень хорошо. Причем круглый год. Круглый год, но вот я бы как раз сейчас начал, если мы вот так вот пошли по клевым местам, как раз вот уже упомянутый Разбойный бор. Для меня это, наверное, такие самые родные места, потому что я реально вот в тех местах начал рыбачить в 98-м году. Давайте сейчас четко скажем, как доехать. Как доехать? Тот, кто еще никто не ездил. Там ехать можно по-разному, то есть можно приехать в саму деревню Разбойный бор, можно приехать в Суводи или еще куда-то. Но там дорога, скажем так, не для каждого автомобиля и очень экстремальная такая. Если вы еще там катер попытаетесь за собой тащить, ничем хорошим, это точно не закончится. А вот сейчас, когда уже снежный покров уже когда. Мы всегда ездили каким образом? Есть замечательная такая деревня, называется Крюша. Вот туда на любом автомобиле, в любое время года. Мы выезжаем на берег реки Вятка. Соответственно, чтобы нам попасть вот уже в озвученный Разбойный бор, нам приходится подниматься по реке либо на лодке, либо сейчас это делать на снегоходе, там проблем не возникает. Как много подниматься? Порядка 30 километров кверху. Ого! Ну слушайте, бензином-то надо запасаться. На движение на заправке надо заехать обязательно. Но чем примечательно то место, я вот честно скажу, больше даже, наверное, и не припомню даже в низах Вятки, чтобы было на протяжении порядка 40 километров вверх и 20 километрах вниз, такое количество ям на реке. И такое количество коряжника я вот, честно скажу, не припомню нигде. То есть там замечательные места Лисий Яр, Разбойный бор. Ну это все народные названия такие. Сувени, ну вот Лисий Яр, это народное название, но честно скажу, вот сколько раз мы там были, я реально на этом яру очень часто вижу лис. Вот серьезно. Чем хороши еще и примечательны эти места, тем, что там находится Нургушский заповедник. Вот там. И как раз Лисий Яр, он попадает в его юрисдикцию, да, там можно рыбачить, но нельзя выходить на берег. Там стоят такие аншлаги. Предупреждающие. Да, да, предупреждающие, что на берег выходить нельзя. Соответственно, там практически не бывает сетей, а что, ну это очень здорово, потому что там на реке практически всегда есть егеря, которые за этим следят. Ай-яй-яй сделают. Да, сделают ай-яй-яй, а ну для нашей, скажем так, не сильно большой реки браконьеры, к сожалению, это такой бич, там рыбу истребляют ого-го. Там достаточно спокойно, это раз. Во-вторых, там не очень удобно ставить сети, потому что там столько коряг, что если он туда ее поставит, она ее просто потом не достанет. Поэтому там рыбка себя чувствует достаточно спокойненько. Видимо, исторически веками там сложилась особенность, да, именно рельефа ручного. Например, вот в том же районе, там же точно, чуть даже ближе вверх по течению, есть замечательнейшее место, которое будет интересно вот сейчас зимой. Это так называемая Черная Ласка. Это залив. Это что значит? Это такая залив Старица, который, да, в свое время он был Старицей, потому что имел соединение с рекой там с двух сторон. Сейчас в конце там все замыло, то есть это, можно сказать, такой огромный большой залив. Чем он будет интересен? Тем, что там очень большие глубины есть. Ну для заливов там 7 метров, это считается очень такой большой глубиной. Достаточно интересный рельеф. Все-таки это старое русло реки было, поэтому там остались, опять же, вот эти завалы коряк. И туда реально осенью, когда идет вот шуга по реке, да, когда она еще, река не замерзла, а залив уже встал, все, там уже лед, туда заходит белая рыба, за ней заходит хищник. И, соответственно, ей там достаточно комфортно. Есть хорошие глубины, есть отличная кормовая база, там все здорово. Там рыбалка потрясающая. Единственное, что когда, ну вот пока не замерзла река, попасть туда очень сложно. А это район чего? Как туда добраться? Мы доезжаем до Крюш и начинаем подниматься вверх. Вот как мы идем к разбойному бору, мы проходим буквально там у нас получается 12 километров. И с правой стороны реки, если смотреть против течения, будет как раз вход вот в эту черную ласку. У меня с ней, не знаю, связаны самые теплые воспоминания. То есть у меня там была, ну вот мой, например, рекорд по щуке, несмотря на то, что мы там ездили на север куда-то, да, там или еще что-то. Летом пойманный рекорд по щуке 11-200, пойман на черной ласке. Приличный трофей. Для Кировской области и, скажем так, это не сильно далеко. Там получается у нас 160-170 километров, да, это просто отличный трофей. Там замечательно можно половить очень-очень крупного окуня. Причем он там есть всегда весной, летом, осенью, зимой. Замечательная рыбалка. Место жительства. Да, там отличная рыбалка на жерлицы. Там на выходе уже, где начинается течение, там каждую зиму постоянно сидят люди, которые ловят белую рыбу. То есть это лещ, там густера, сапа и все оставшееся. Вот, там, не знаю, то есть там можно все, весь арсенал свой попробовать. Вот все, что хочешь. Хочешь так, хочешь так, хочешь так. Выбирай для себя интересующую тебя рыбалку, ты 100% там поймаешь рыбу. Вот, ну, усложняется все там немножко дорогой, да. Либо иметь какую-то технику передвижения вот сейчас зимой, после того, как установится уже нормальный ледяной покров. Вот, туда доехать достаточно просто. Например, тот же Развойный Бор и Лисий Яр, они славятся именно своими судачьими местами. То есть вот если, например, я зимой еду на Вятку именно за судаком, ну, в 90% случаев я еду туда. Потому что там плюс в чем? В том, что реально мало рыбаков. Ну, не каждая птица долетит. Не каждая птица добирается. Вот, соответственно, места нетронутые. Это раз. Во-вторых, мы немножко приноровились, как ловить в коряжнике, а многие же нет. Ну, то есть, например, берешь балансир, реально туда отпустил, два раза махнул, все, либо оторвал, либо отцепил, если повезло. А мы ловим немножко по-другому. То есть мы берем там резину, берем джиг-головку, то есть обычную нашу летнюю резинку, насаживаем ее на джиг-головочку. Препрячем в резинку это все. Ты вот осторожненько это между бревнышками туда отпускаешь, течение достаточно сильное, резина играет, и вот ты вот точечно вот так вот облавливаешь, именно ловишь того судака, который живет у себя в домике. То есть стучишься ему в дверку и ловишь его. Привет, пожалуйста, да. Вот этим интересна рыбалка, ну, просто там замечательно. А вот если оторваться по окуню, это вот Черная Ласка, причем там заливов несколько. Там есть Казанская Старица, это буквально мы приехали в Креуши, вот прямо на берег, да, вот нам нужно вверх по течению пройти там метров, наверное, 500, и будет вход в Казанскую Старицу. Она вот такой вот подковой идет. Старица Вятки тоже. Старица Вятки, совершенно верно. Но она проточная, она проточная, и у нее есть и вход, и выход, и в ней есть течение, то есть она такая, как, скажем так, маленькая, но река. Если на Вятке течение достаточно сильное, то там все равно она будет слабей, вот, она идет такой подковой, и у нее длина, если помню, не изменяет, порядка там 25 километров. То есть там замечательнейшие места. То есть там, если рассматривать летнюю рыбалку, у нас, кстати, вот наш регион чем еще отличается, у нас можно ловить стерлить. И не будет за это никакого наказания. И не будет за это ай-яй-яй. Если мы ее ловим летом, ловим разрешенными снастями, да, соответственно, либо там фидер, либо донка, закидушка, там слотки, бортовая удочка, вот. И если мы ее ловим не менее 40 сантиметров в длину. Все, пожалуйста, ловите. Вот Казанская Старица – это излюбленное место местных рыболовов, которые ездят туда именно за стерлитью. А если сейчас, ну, так хотя бы вкратце написать все-таки, Василий, какой должен быть набор приманок в арсенале рыболовок, которые отправляются вот именно туда, на упомянутые места? Ну, здесь нужно смотреть тогда, наверное, из того, ну, что мы выбираем для себя. Если про зимнюю рыболку мы сейчас говорим, да, про зимнюю. Про зимнюю, конечно. То сейчас вот, да. Вот если мы выбираем для ловли, например, ну, хотим поймать судака, то это однозначно, ну, в любом случае, все равно должны быть балансиры, так или иначе, в более или менее открытых местах, в чистых местах балансир для вятки – это, наверное, основная приманка. Вот. Это однозначно должна быть резина. Ну, виброхвосты, обычные виброхвостики, но там есть особенность, он должен быть достаточно узкотелый. Желательно, ну, таких натуральных оттенков, да, цветов. Ну, почему-то зимой на кислотные цвета клюет достаточно плохо. Вот. То есть максимально приближенные к естественному. Вот. Джиголовки весом от 16 до 28 грамм. В принципе, по зимней воде там она невысокая, этого хватает там везде. Вот. И, ну, вот, опять же, последние там, наверное, 3-4 года там для меня, по крайней мере, стали открытием – это ратлины. Ратлины. Вот. Они замечательны. Которые мы подробно говорили. Да, они замечательны тем, что они, во-первых, если там балансир, резина – это все бесшумные приманки, а судак, вот, он зараза любит, когда у него там что-то гремит, стучит, не знаю, там будет его, будоражит на поклевку. Вот. А ратлины хороши тем, что ими тоже можно ловить в коряжниках, потому что у них нет боковой игры, он играет в вертикальной составляющей, да, там гремит и все. То есть вот в коряжничках мы можем ловить. Соответственно, вот, опять же, набор вот такой, вот такой набор приманок, он будет там оптимален при ловле судака. Если мы едем… А если мы про бель говорим? Если мы говорим про бель, то там вообще все просто досконально, вообще, вот, нам ничего не нужно. Нам нужна удочка, на которой будет на основной намотана лесочка 0,18, это, в принципе, вот, достаточно. Здесь уже каждый выбирает сам, либо мы берем просто груз, да, там кто-то использует оливки, колокола, там какие-то ложечки маленькие, еще что-то. То есть там веса, там, ну, грамм, наверное, до 15, там, до 18 хватит за глаза везде. И выше, там, в 20 сантиметрах из 0,12 лески у нас будет привязан поводочек, на который насажен, там, мотылек, пучочек мотыля, все. Вот с такой снастью незамысловатый, да, мы можем поймать, там, и леща, и что хотим, если касается белой рыбы, вот. Но многие вместо груза снизу вешают достаточно тяжелую мормышку. На мормышку насаживают очень-очень большой пучок мотыля, либо нарезают рыбу. Ну, то есть, вот, поймут, нарезают кусочки рыбу. И вот на эту мормышку очень часто клюет судак. Потому что, если мы находим большое скопление белой рыбы, мы ее ловим, судак за ней однозначно приходит. Судак-то по-любому где-то должен быть. Он приходит, ну, как мы уже говорили в наших передачах до этого, он леща-то точно не кушает, но лещ активно копается в дне, поднимает муть, за этой мутью приходит мелкая рыба, которую с удовольствием жрет судак. И вот, соответственно, вот эта мормышка, там, не знаю, может, она это имитирует. Черт его, там в голову ему не залезешь. Но, тем не менее, поимки очень частые. Вот. А если мы говорим об окуне, то там однозначно вертикальные блесны, балансиры, ну, в размере, там, до 60-го. Ну, и любители мормышки всегда. То есть, мормышка достаточно универсальна. Там и окуни, белая рыба, все, пожалуйста, без проблем. Трофей. Ростом, а если говорить о ваших таких любимых стастях именно на зимней рыбалке, уже не привязываясь к месту, что вам больше всего по душе как-то с годами, с опытом пришлось? Ну, если так брать, то самые уловистые, вот, в последнее время я использую Q-Sama X-Pro. Это, 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 это что-то. Это вот, вот, я могу показать. Да, в видеоверсии это все будет. Мы сейчас, да. Я могу отдать один вариант. Чем интересен, у них очень интересный хвостик, очень интересная игра, привлекает именно хищную рыбу. То есть, достаточно активно на нее, в первую очередь, конечно, очень активно лодится окунь. Попадается щука. Это вот, если брать, допустим, узбельское направление, вот, там достаточно активно вот эти блесна работают очень хорошо. Также их используем мы, когда ездим, естественно, на, бывает и судак, бывает и судак. Если брать уже Камское устье, то там, понятно, идут свои блесинки. Камское устье там вообще своеобразные. Да, да. То есть, вот именно окуневая, щучья игра, вот, самое то. И Рапало, еще Рапало, конечно. Это еще один бренд. Да, вот эти, скажем так, балансир этих фирм, вот, мы, я их использую, и мне очень нравится. Ну, вот, экспрошки, они хороши. У них есть несколько модификаций, у Куасама, да, там есть стандартный, тасапайн, да. Ну, то есть, это просто балансир с таким прямым хвостиком, а вот слушатели, кто там придут, например, в магазин, да, посмотрят. Многие, когда покупают балансиры, говорят, ну, что-то я его брать не буду, у него хвост сломан. Он не сломан. Простите, это так задумано. Да, это технологически. Это вот их ноу-хау, это их фишка за счет вот такого интересного строения хвоста. Вот этот балансир, мы просто смотрели, когда там подо льдом, как он возвращается. Если обычно стандартный балансир после взмаха, он достаточно активно улетает в сторону и достаточно быстро возвращается обратно, то вот этот после взмаха, он в сторону-то уходит далеко, но обратно он возвращается вот так вот бочком и достаточно медленно-медленно-медленно. То есть, это хорошо, потому что зимой рыба, она же... Да, у него очень интересная игра. Такая заторможенная, все равно чуть-чуть. Температура не располагающая. Температура воды не располагающая к активным там каким-то суперплессивным поведениям. Вот, и, соответственно, вот такой балансир, он действительно имитирует максимально приближенно вот кормовой объект, вот эту мелкую рыбку, которая достаточно вальяжно там движется. Да, действительно, я вот, честно скажу, не сильно часто использую по одной простой причине, потому что мы ловим в достаточно таких жестких коряжниках, а там, блин, они сейчас... Жалко такие вещи. Да, они сейчас стоят недешево, скажем так. Василий, я, кстати, ни одну программу уже хочу спросить. А что, время прошло, когда приманки рыболовы сами изготавливали? Я помню, 90-е, паяли мормышки эти, отливали там что-то и так далее. Сейчас, на самом деле, самодельщиков очень-очень много, но я хочу сказать, что хорошая, качественная, самодельная приманка стоит в разы дороже, чем промышленно сделанная. Потому что там есть такие произведения искусства, которые там в лунку-то отпускать жалко, думаешь, блин, сейчас зацеплю, оторву и все, и в жизни потом не куплю. Те, кто делают, ну, скажем так, на продажу, там, на поток самодельщики, ну, у них приманки такие посредственные. А есть такие люди, да? А есть такие люди, которые там делают, там шлепают. А у них слава идет, что они что-то делают. Продают, там все здорово. А вот именно найти самодельщиков, которые делают, там, для себя и продают, там, какому-то узкому кругу друзей, там, приближенных или еще кому-то, вот это особенный успех. У меня есть, там, такой товарищ, он живет в Москве. Вот он мне, там, постоянно присылает, там, судаковые блесны, причем, там, слушай, я, там, сделал блесну. Он как раз такой кустарь. Кустарь, кустарь. Да, ты, там, поедешь, протестируй, вот, там, скажи, там, что-то так, вот, может, что-то переделать, там, или еще что-то. Вот, у него, скажем так, это семейный, у него папа ювелир, он сам ювелир, и, соответственно, там приманки, их, вот, ну, просто, там, кому-то на день рождения подарить, там, обалдеют. И он их очень часто... Блесна с граверой. Блесна полтора карата, что-то. Нет, он реально очень часто делает с применением драгоценных металлов, ну, там, серебро, да, все, они у него там прям сделаны, там, чешуйки, гравировки, там, какие-то блики, еще там что-то, ну, то есть они, он такой замороченный рыболов, вот, делает для себя, я говорю, слушай, ты классно, вот, ну, ты хоть продавай, он говорит, да зачем мне, вот, ну, я не буду. Так это все-таки у него произведение искусства ювелирного, реально, это работающая приманка. Она работает, они работают. Чтобы делать такие вещи, нужно быть еще и мыслить как рыба, там, как с телогическим такими-то познаниями. Они работают просто супер, это уже, скажем так, обратная другая сторона медали, то есть многие там болеют только рыбалкой, а вот он болеет рыбалкой, изготовлением вот этого, точно так же люди, которые ловят нахлыстом и там вяжут себе вот эти мушки, и там есть такие произведения, что вот мушка там и живой, с кого она связана, там их вот если так вот положишь с расстояния, в метр и не отличишь, где живая насекомая, а где вот мушка связанная. Ну, это уже такая вот своя болезнь. Рустам, а у вас опыт есть? Да, мы как раз своими руками что-то сделали. Нет, я сам лично ничего не делал. С Василием как раз до эфира разговаривали, спросил вот как раз мы были в Каннском устье, и там приманка называется рыбий глаз. Он достаточно такая распространенная, и местная как раз рыбача на нее. Мы пробовали свои блесна, как-то было не ахти, но когда поставили этот рыбий глаз, действительно, клев стал лучше. Ну, в основном был берж. А у нас не купить. А у нас нет. Давайте опишем, что это такое, как выглядит. Напомним еще. Вот этот рыбий глаз. Это двойник-тройник с таким шариками, нарисованным глазом. Глазом. И все, больше ничего. Ну, то есть вот свинцовая такая вот блямбочка, да, снизу у нее подвешен тройничок. Ничего особенного. Ничего особенного. Я, например, в Камском устье очень часто встречал местных рыболовов, которые ловят. Вот они эту штуку называют там как-то дьявол там или еще как-то по-своему там. Сатана. То есть это тоже вот такая вот свинцовый такой цилиндрик, у которого вот как у балансира два крючка, а снизу нету тройника. Вот такая штука. Она у них полностью покрашена там флюоресцентной краской. И вот они на каждую из этих крючков там, грубо говоря, сюда голову рыбки надевают, сюда хвостик. И все. А тело свинцовое получается. Ну, вроде бы как бы тюлька. И вот он отпускает ее, как на мормышку трясет, и они там ловят. Мы ходим, вокруг у нас не клюет. Блин, у них клюет. Вот дай приманку на приманку, ставишь ее, клюет. Что такое? Удивительно. Вот что бы в ней там было, но в каждом регионе там свое, например. Ну, имитирует, видимо. Да, в кормовую базу в любом случае. Попадаем в кормовую базу. Вот она ее кушает. Ну, хорошо. У нас сейчас будет небольшая реклама. Мы несколько раз уже про Камское устье тут начинали говорить. Я напоминаю, что у нас предыдущая программа полностью посвящена зимней рыбалке на Камском устье. Мы записывали ее в магазине «Арсенал» на Комсомольской 8. Видеоверсия доступна. Ищите на сайте хкирова.ру. Я думаю, что на Камском устье мы еще немножко там побываем после рекламы. Да, уже Рустам о своем опыте готов рассказать. Все-таки действительно, ну, сотни рыбаков из Кировской области туда ездят. Тысячи. Тысячи, да, ездят туда. Такое очень привлекательное место. Продолжим через полтора минуты. Трофей. Рыбалка. Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка. Продолжается программа «Трофей и рыбалка». Сегодня мы говорим о клевых местах для зимней рыбалки, как в Кировской области, так и за ее пределами. Просто конкретный запрос от рыболов поступил. Расскажите, пожалуйста. Поступил. Расскажите, пожалуйста, куда можно съездить в это время года и с нами Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8 и Рустем Садыков, управляющий Чапецк нефтепродукт, оба опытных рыболова. Скоро будет вопрос, кстати, от Василия. Конечно. Не зевайте, наши уважаемые слушатели. Итак, Камское устье. Рустем, о своем опыте тоже очень место по душе однажды пришлось и с удовольствием возвращаетесь туда регулярно, именно зимой. Да, мы, наверное, лет 5 или 6 как-то к этому присрастились. Здесь у нас образовался свой круг, постоянный круг рыболовов. И мы начали искать места 500-600 километров, куда от Кирова можно выезжать. Ну, это как раз примерно 500 километров. Да, да, около 500 километров, куда можно было бы выехать зимой именно под закрытие сезона в начале марта и провести с пользой, скажем так, время порыбачить и отдохнуть. И вот одним из таких мест оказалось Камское устье. Куда мы приехали, первое у нас знакомство было такое недостаточно хорошее, потому что мы приехали, и в первый же день началась очень сильная пурга, метель. Это просто было что-то с чем-то. А кто не бывал в Камском устье, в пургу, я расскажу, что стоишь на льду и в метре ты человека не видишь. Да, это особенность местности, вот эта большая... Там открытая, да. Там ветер 10 метров в секунду поднимает такую вьюгу, вот этот весь снег, там просто реально страшно. Ничего не видно. Там можно потеряться, не знаю, уйти куда-то и не найтись. Да, поэтому всегда нужно быть либо с егерем, либо с прибором, чтобы знать, куда выбираться, если что. Но тем не менее мы были с уловом, были с уловом, несмотря на погоду, рыба клевала. То есть рыбе-то все равно, что там на поверхности творится. Нам повезло, нам повезло. То есть для нас, скажем так, полчаса, что вроде не было погоды, тем не менее, рыбу мы поймали. Но там очень много значит хороший егерь. Да, но мы как раз под скалой рыбачи. Хорошие егери, наверное, на разбор там. Как-то надо заранее умыгряться. Там на каждой базе, на которых я, например, бывал, там в принципе везде хорошие егеря. Вот, каждый возит там на свои какие-то места. Ну, есть там определенные места, но есть там... По GPS у них забиты, да. По GPS, там забиты точки, они каждый день на реке, они там проверяют, где что клюет и привозят. Ну, там есть такие, скажем так, определенные места, в которых возят всех, да, вот это вот под Лобачом, вот у этой горы, да, там... Лобач, это гора. Да. Да, высокая гора. Вот, у них там есть тоже, как у нас, там тоже есть лисий яр, например, да, там есть маяк, есть там дырявый камень, не знаю, там, эти самые кудрявые островы, да. Поэтические такие названия. Ну, кудрявые, вот, например, там все... Вот почему-то, я не знаю, там по перволётку приезжаешь, когда все хотят попасть к кудрявому. Вот все говорят, увезите меня к кудрявому. А там достаточно поздно встаёт лёд, потому что там подходит второе русло, всегда есть течение, там его промывает. Промерзает долго. Промерзает долго, все пытаются туда попасть, там, вылазят на этот опасный, там, лёд. Честно скажу, по своему опыту, сколько раз там бывал, да ничего там хорошего нет. Реально, вот под горой там клюёт точно так же, как и там, только ехать туда ещё 20 километров по льду, и чёрт его знает, какое там состояние льда, вот там под горой. И ветра может не быть, и, не знаю, и рыбачить комфортно, и лёд уже безопасный. Чё туда все едут, не понимаю. Советуйте, куда именно на Камском устье, где ваши клёвые места? У меня клёвых мест нет, мы всегда прислушаемся к Егерю, на самом деле. То есть, куда он скажет? Да, потому что они перед, ну, за день до этого проезжают свои же точки, смотрят, где что клевало, они знают. Здесь не клюёт, поедем там, там что-то ловится. Ну, нужно просто ездить, искать. Ну, тут ещё надо пояснить для тех, кто ни разу не бывал, там, если вы привыкли ориентироваться на скопление рыбаков, вот в этом месте, во, пойду туда, там этого не увидишь, там действительно большие просторы. Нет, там можно этого увидеть, но там есть один нюанс, вот, который для того места очень такой актуальный. Там ориентироваться на скопление рыбаков, ну, практически бесполезно, потому что вот в этих, скажем так, назовём их таких общеизвестных местах, туда, ну, скажем так, с маленьких баз каких-то, частники или ещё кто-то, да, они в основном вот туда и везут. А когда туда привозят там 20, 30, 40 развозок, это на льду уже там 300 человек, вот ты едешь и думаешь, о, ничего себе, толпа. Наверное, клюёт. Наверное, клюёт. Ты туда приезжаешь, а там никто ничего не ловит, потому что их туда привезли и уехали. А им куда деваться-то? Вот они и ходят весь день тут вот вокруг. Заложники больших расстояний. Там ещё другие занятия какие-то найдут. Вот, и всё. Согреваются. И, соответственно, ты приезжаешь, думаешь, вот там толпа. А там как раз рыбу ловят, вот хорошую крупную рыбу, ловят рыболовы, мы их называем одиночки, да, которые там на снегоходе, например, вдвоём. Они очень мобильно перемещаются. У них в GPS-е там реально 100-150 точек каких-то забито. Они заезжают на точку, бурят там 3-4 лунки. Десять раз там дёрнули, нету, поехали на следующую точку, на следующую, на следующую, на следующую. Они там за день наматывают 100 километров. Мы, например, точно так же ездим. У нас бывало такое, что ты два дня ищешь, а на третий день... Два дня ищешь? Вот ты два дня ищешь. Вот ты просто буришь, 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 буришь. В день рыбка, в день поклёвка. Ну, например, на второй день к вечеру ты его находишь, на третий день приезжаешь, до обеда наловился вот так, что руки болят, и едешь домой. Ну, то есть здесь вот в судаковой рыбалке, это как, ну, не знаю, там, волка ноги кормят, всё. Ты побежал, тебе надо бурить, 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 искать, идти, ехать. Но там нужно понимать, куда ехать. Для рыболова, который приедет первый раз, даже со своим снегоходом, я очень советую взять грамотного егеря, просто его там с собой взять, да, и поехать с ним. Так, а если уже не про Камское устье, Рустем, куда ещё с друзьями кирилльскими рыболовами можно отправиться? В Узбельск. Это Узбельск, это слияние Камы и Белой. Это Окунёвый рай. Мы считаем, что там, вот, Окунь, там столько. Это, по сути, очень похоже, знаете, на вот Астраханские эти заливчики, протоки, дельты. Там такие камыши? Это в Удмурте. В Узбельск. То есть едем по Казанскому тракту, в Крычанах. Едем через Ижевск на Сарапу, после Сарапула уходим. В Крычанах поворачиваем на Ижевск, на Удмурте. Да, да, да. Там, ну вот, я бывал несколько раз тоже. Там, конечно, да, там Окунёвый рай. Но там тоже, там нужен GPS вообще, потому что если заплывёшь... Да, реально при чём нужен. Заплывёшь там, что из себя это представляет? То есть камыш такой, что ты видишь только небо перед собой. А вот вокруг вот так вот камыш стоит стеной. И зимой тоже. И ты вот едешь, и вот так вот бац, всё петляет, что-то куда-то какие-то отходы. Мы первый раз, когда приехали, нам примерно объяснили, вы, говорит, вот в эту протоку зайдёте, там проедете 5 километров, повернёте направо, говорит, потом ещё раз налево туда выйдете. Ещё 10 километров, потом ещё ещё. Там, говорит, будет такой большой разлив, из него будет выходить проток, и вот вам туда выйдите, там будет яма. Мы реально заблудились. Мы полдня потом пытались оттуда выехать. Куда налево, направо, ладно, встретили местного лодку. Мы говорим, слушай, нам вообще куда? Он говорит, ребята, вы сейчас вообще уплыли, говорит, в другое место. Там очень много тупиков. Там можно реально плыть 10 километров, плывёшь, 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 приплываешь, и всё, перед тобой стена камыша, и вода кончилась. А там интересно ещё место, там треугольник. Ты находишься сейчас в Удмуртии, раз, ты оказался в Татарстане, раз в Башкирии. То есть, вот, там такие перемещения, что ты буквально... Там только GPS, если первый раз, то, опять же, там лучше... С егерем. Ну, местные-то, наверное, ориентируются. Ориентируются вообще. И вот там как раз вот за счёт того, что вот такая вот обширная дельта, да, интересная, там действительно окунёвый рай, там прям супер. И щуки там очень много. Местные там, если рассматривать зиму, ловят с жерлицами. Причём я вот только там видел, на севере, и вот там я видел жерлицы, когда там ставят леску миллиметровую. Такую, я говорю, ребята, что вы там... Миллиметровая леска? Да, я говорю, вы кого там ловите вообще там? Вот такие крючки, вот такой вот живец. Я говорю, вы вообще кого там ловите-то? Он говорит, щуку. Вот мне поставили там 20 жерлиц. Мы утром потом приехали, у них 5 жерлиц сработало. С двух они достали. Там одна 8, что-то одна килограмм, наверное, 12 такая. А трёх они просто не достали, потому что она там всё запутала и всё оборвала. Миллиметровую леску. Ну, понятно. Теперь, да. А по окуню там действительно рай там. Ну, расскажите, вот балансиры всё. Да, вот как раз Кусама. Это тема для Узбельска самая то. Вот 60-ку использую. Ну, сильно-то мельчить не надо, да? Там окунь хороший. Да, окунь хороший. Причём очень часто попадается сразу дуплет. И на нижний, и на передний. Да, достаёшь из муки два окуня. Причём они мерные. Есть и килограммовые, и больше килограмма. Ну, окунь крупный. Окунь крупный. Единственный только момент, я, кстати, всегда хотел узнать. Он бывает там вот такой с точками. Это, видимо, особенность, да, у него местная? Это... В смысле, внешность? Да, внешность такой. Такого окуня мы его там выкидывали. Говорим, фу, что там? А потом поняли, что это особенность просто водоёма. Потому что если раньше там река постоянно текла, то сейчас 80% времени там реально стоячая вода. Ну, потому что плотину вот утром открыли. Пока вот эта вот масса воды сдвинется, то есть там после обеда где-то начинается течение, а к вечеру уже плотину закрыли, вот она продвинулась, эта вода, да, и всё. То есть летом туда приезжаешь, там реально цветёт вода, там всё зелёное, ну, такая, скажем так, не очень... Не очень хорошо для водоёма, но что поделать. Поэтому вот там развился какой-то микроорганизм, который на рыбу подействовал таким образом. Абсолютно безвредно, окуня можно кушать. У вас насколько большие уловы были в этом месте как раз-таки зимой? Самый крупный окунь, наверное, грамм 800, не больше. Но хотя... Но много. Мы ездили, да, но много. Мы ездили... Сколько угодно можно поймать этого окуня. Да, бывает так, что лунку пробурил, 5-6 достал, всё, дальше переходишь буквально, вот в метре буришься, он тут стоит. То есть его надо постоянно искать. А вот с местным ездили, с жителем, он нам все места как раз-таки показывал, но он целенаправленно охотился именно за крупным, то есть килограммы больше. А что, кроме окуня? Нет, нет, там есть щёка, судак, бёрш. Пожалуйста. Если вот на основной рыси уже куда-то, там судака сидят. Там уже будет. То есть чем хорошо это место, то есть ты можешь поехать за судаком. Да, есть выбор. Да, если что хочешь поймать. Есть выбор. В Камском мосте, скажем так, выбора этого нет. Окуня там найти можно, но достаточно сложно. То есть это надо ехать там действительно уже туда, в сторону Кудрявого, там на какие-то поливы. Там либо судак, либо берш. Либо рак иногда. Рак, кстати, попался. Кстати, раки, да. Раки ловятся, да. Вот ты сидишь, так ловишь, на тюльку смотришь, у тебя такая поклёвка, так оп, кивок загибает. Не надо подсекать, это 100% рак, он к лишнями. Схватился за тюльку. Бедный, голодный. Даже доставали. Доставали. Ну это вот, кстати, если к вятке вернуться, чем плюс большой у вятки конкретно, то это разнообразие. То есть по большому счёту ты можешь поймать любую рыбу, абсолютно практически в одном отношении. Хорошо, так, секунду. У нас 10 минут уже остаётся. Мы уже проговорили практически большую часть программы. Надо вопрос задать нашим слушателям, а потом уже о нашей одной вятке. А, да, действительно. Итак, внимание, в нашей группе ВКонтакте, в группе нашей радиостанции, прямо сейчас размещен пост, коротенький вопрос от Василия Мамонова, эксперта компании «Арсенал». Отвечайте там в комментариях. Итак, вопрос, кто первый ответит, тот получит сертификат от «Арсенала». Страна-производитель оригинальных блёсен «Мэпс». Три варианта ответа. Англия, Франция либо Финляндия. Финляндия, Франция либо Англия. Всё очень просто. Отвечайте. Так, вернулись к вятке. Так вот. Разнообразие. Разнообразие. Мои товарищи, вот с которыми мы ездим, например, на рыбалку, очень часто делают каким образом? У того же судака есть два периода активности. Это вот, как я уже говорил, там, сумерки утром и в сумерках вечером. Днём его поймать можно, но если у него там будет какой-то жор, там, суперклёв, на который мы, к сожалению, попадаем не так часто, да. Вот. И днём он достаточно пассивен. Соответственно, делают что? То есть берут с собой снасти на судака, но в то же время там сложили ещё удочку с мормышечкой, либо удочку там на белую рыбу, да, там, посидеть на течении, и всё. Утром приехали, по сумеркам час мы там потратили на поиски судака, да, разбурили там перспективные пяточки какие-то, точечки свои. Нет поклёвок, всё, днём переключаются на другую рыбу. То есть вот, ну, не знаю, мне так неинтересно, я упертый, да, я там целый день буду ходить бурить, искать этого судака. А ребята, да, всё, они говорят, мы там пошли в залив, половим окуня. Окей, ушли в залив, день провели замечательно, там, половили окушков. К вечеру, когда уже час икс-то вот должен настать, возвращаются обратно, берут снова судаковую удочку, погнали искать судака. То есть если повезло, ещё и судака поймали, да, ещё и там окуньков каких-то половили, либо посидели на бель. Вот. С этой точки зрения вятка, она хороша. Без движения нет ужения, в общем. Ну да. Двигаться можно, да, в прямом и переносном существе. За день наборишься, без движения нет ужения, да. За день наборишься, но такая зарядка, сейчас что там, сейчас уже и есть помощники, шуруповёрты и всё такое. А, кстати, вы эту фишку тоже, Рустам, используете? Да, конечно, потому что если вручную дорогу не набориться... Если по последнему льду, когда он метровый... Василий сделал открытие просто для меня, я давненько не был... Когда он метровый, там с обычным буром после лунок, наверное, 20, какой бы он хороший не был этот бур, ты скажешь, что всё, а я нарыбачился, мне больше ничего не хочется, я не буду больше ловить. Надо, в общем, как-то автоматизировать этот процесс бурения. 18-ти вольтовый. Давненько слышал, что стареццы ведь тоже в районе Кирова есть, и они тоже пользуются определённым спросом. Ну, у нас, скажем так, вот если вообще поехать на рыбалку, вот вообще можно сказать, что в Кирове, да, это, пожалуйста, вот за старым мостом Дымковская и Макаревская старец. Вот они, вот на общественном транспорте туда можно доехать без проблем. Причём место пользуется спросом у рыболовов, да, туда очень часто там приезжают, например, с детьми на несколько часиков, да, вот, ну, родители, которые хотят приобщить ребёнка к рыбалке. То, что недалеко удобно, и можно вернуться очень быстро, если что. Окунь, сорога, краснопёрки очень много в последнее время стало, да, то есть там основной снасть, которую бы я туда взял, это однозначно мормышка. Мормышка с насадкой, мотыля. Классическая, в общем. То есть всё, там больше ничего не нужно. Глубины небольшие, замерзает быстро, лёд всегда хороший, ну, то есть такая вот рыбалка. И до последнего сидят по весне. И до последнего сидят по весне, причём весной там уловы могут очень-очень радовать. Я пару раз попадал лично, когда там окуни такие по 300-400 грамм, они реально весной там клюют, сумасшедшие. Это когда уже солнышко припекает? Это уже когда солнышко припекает, это уже когда на вятке есть подвижки льда, и рыба начинает шевелиться, и она просто туда заходит. То есть вода начинает чуть-чуть подниматься, подпирает уже всё, и рыба идёт туда, она идёт туда на нерест. То есть это реально вот нерестилище, да, Макаревская и Дымковская старятся туда, рыба приходит весной на нерест. Вот, и потом она там остаётся, потому что ей достаточно комфортно, кормовая база там, не знаю, сумасшедшая. Обширная. Сумасшедшая. У нас есть вот, да, у меня с собой нету, у нас есть видео, вот мы сейчас, как только лёд встал, мы ходили туда вечером. Вот как раз на Старицу, да? Вот на Старицу, на Макаревскую, с фонарём, когда вот лёд сейчас был прозрачный, чтобы вот просто вообще посмотреть, есть ли там рыба. Там плавают просто полчища краснопёрок, вот я их снял на телефон, вот прозрачный лёд, мы светим фарой, и там, я не знаю, сотни. Некрупная такая, ну, её очень много. Вот, достаточно много щуки, причём щуку там летом и осенью ловят успешно на спиннинг без проблем. Подъезд на любом автомобиле, ну, то есть вот так вот приехать, там на полденёчка спиннинг где-то покидать, ну, можно рассмотреть. Вот, у нас, на самом деле, вот в районе города-то очень много там, например, известнейшее место для зимней рыбалки. Летом вот не сильно много народу ловит, а вот зимой реально туда опять же заходит рыба, когда начинается движение вот шуги по реке. Это, например, карьер у трамплина, у нового моста, карьер у трамплина. Чем хорош, тем, что там копанный рельеф, там копали песок, там, да, вот эту вот всю штуку, там накопали огромные ямы, там такие перепады глубин, всё, судаку и щуке, это очень нравится. Рельеф не меняется. Вот, белые рыбы, там просто какой-то лом всегда, причём и летом, вот. И когда начинаются подвижки вот эти все шуги по вятке, туда заходит судак, вот его там активно ловят. Например, там неделю назад мне парни звонили и говорили, вот, слушай, мы там сегодня отловились, там поймали по четыре, по пять судаков, ну, вот город. Вот, и ехать-то особо никуда не нужно. Ну, да. Ну, это так вот сбегать. А у вас бывает, когда вот захотелось порыбачить, а возможности по времени особо нет далеко уехать, и вот где-то рядышком с Кировым куда-то? Нет, такой. Нет? Нет, не было. А, то есть вы сторонник, наверное, такой, планируемой рыбалки, что надо готовиться. Да, 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 вот здесь кайф о том, что, да, нужно, вот когда ты начинаешь планировать, и вот этот вот сам процесс подготовки, сборов, выезда, вот это вообще. Да, рыбалка-то же, она не только вот процессом ловли, а это же вот процесс там подготовки, то есть там, ага, мы завтра едем в Камск, все, там начинаешь блесно, перебирать. Перебирать, в магазин заехать, посмотреть, что надо купить. Да, там какие-то тройнички там поменять, там еще леску перемотать. Интернадцатые видео посмотрят, какие новинки есть и так. Ну, то есть это на самом деле тоже такой неотъемлемый процесс рыбалки, без которого она будет не сильно интересной. Интересный такой, да, то есть вот процесс. Да, даже если рыбалка окажется не слишком удачной, все равно удовольствие уже получено. Да, да. Там же такой определенный мандраж перед каждым выездом на рыбалку, перед таким планируемым, когда ты ждешь этого, там какое-то определенное время, и ты понимаешь, вот он завтра. Я вот, например, уснуть не могу, да, там, вот ворочаешься, ворочаешься, все, я сейчас, вот сейчас, вот там, будильник заведен вроде бы, отойди, черт, встанешь раньше, там, на час. Ну, то есть такая штука-то. Рыбалка тем и хороша, что она очень подоражит кровь, адреналин вот этот, ну, ни с чем не сравнимый. Трофей. Есть где-то желание побывать еще вот именно на зимней рыбалке, возможно, какие-то места, которых слышали, видели, но еще недостаточно, знаете, и хочется попробовать на себе, что называется. Мне очень хочется побывать вот там, где мы были в этом году летом, это на Печоре. На Печоре. Вот у меня сейчас прям такая вот идея фикс. Это Коми, Коми, далеко, далеко, только 1200 километров. 1200 километров, причем мы хотим побывать там обязательно, мы сейчас планируем эту поездку, мы сейчас ищем, скажем так, местных жителей, с кем договориться, но это будет однозначно где-то уже, наверное, конец марта по последнему льду, потому что помимо щуки и окуня мы очень хотим половить Хариуса. А Хариус это маленькие речки, это именно последний лед, март, у него там прям такой жор. Я видел фотографии у местных, ну, скажем так, на базе, на которой мы там жили, вот в доме повешены фотографии, я когда их увидел, этого Хариуса, там, в каких количествах и какого размера он там клюет. Прям большой, большой. Прям такие полтора килограмма Хариуса, у них там такой вот парус, там, ну. Причем он боец уже доставать. Боец, это быстрые реки, это очень красивая рыба, это необычная для нашего региона рыба, хотя у нас есть в Кировской области Хариуса, да, ну, они достаточно мелкие, а там очень крупные. Его в огромных количествах, он, черт побери, гастрономически очень вкусная рыба, вот, поэтому, ну, это вот, у меня вот так вот, я хочу туда. Да, просто ему у вас какая-то мечта, которая осуществляется где-то. Да, тоже мечта. Два года мы как раз вот до эфира, опять же, с Василием говорили о том, что был ли в республике Коми, ну, вот он рассказал про Печору. У нас, я просто смотрел, там очень сложно по логистике все получается, очень сложно. С передвижением вот сам маршрут, да? Ну, нужно доехать, условно говоря, до какой-то деревни, потом перегружаться на снегоходы, на снегоходах 5-6 часов ехать до заимки, вот, условно говоря, ты приезжаешь только на место рыбалки. То есть такого, что ты приехал на машине, остановился, сел на снегоходы, там где-то 10-15 километров до себя места рыбалки, то такого нет. Там очень в этом плане... Большие расстояния. Да, расстояние. То есть надо вот продумать в этом плане логистику, да, и как раз ехать туда тоже как раз конец марта, начало апреля, как раз, потому что еще рыбалка зимняя в самом разгаре. Самое-самое. То есть там уже достаточно, скажем так, не так холодно становится, и рыба становится очень активной. Они там до мая месяца по льду ходят, поэтому тут вообще проблем-то с этим не возникает. Ну, для меня, по крайней мере, сейчас, вот после нашей поездки в этом году на север, я закрыл для себя там все вот эти вот Астрахани и все оставшееся. То есть по километражу получается меньше, по рыбалке получается интереснее, природа нетронутая. То есть нет вот такого. В Астрахани сейчас реально приезжаешь. Ну, вот я могу там сказать, мы ездили там в начале 2000-х годов, когда приезжаешь, и там реально было какое-то рыболовное эльдорадо. Ну, потому что там баз было чуть-чуть, народу было мало, рыбы было много, ловили все там. Все. Сейчас приезжаешь на более или менее там известных местах, там реально место занимают по темноте, там и стоят весь день на якоре. Потому что если ты уйдешь, там тебе встать уже негде будет. Большая плотность рыбаков на квадратный метр. Рыбы стало в разы меньше, в разы меньше. Ее там просто истребляют, я считаю, что помимо того, что там есть спортивное, любительское рыболовство, там есть еще и рыбалка промышленного плана. Там ходят тралами, сетями, неводами и чем угодно. Ну, не то. А север, вот он манит. Ну, и рыба северная. Рыба северная. Да, буквально минута остается. Несколько слов о нашем фотоконкурсе, который продолжается в нашей группе ВКонтакте. Пожалуйста, заходите туда. Мы каждый четверг, когда выходит программа, разыгрываем какой-то приз, подводим итоги голосования. Сейчас в руках держу купоны на 30 литров бензина «Ультра-92» от компании «Движение нефтепродукт». Мы приняли решение еще дать возможность нашим слушателям, слушателям программы «Трофея рыбалка» повыкладывать свои фотографии в группе. Выкладывайте еще, и эти 30 литров обязательно найдут своего обладателя в следующий четверг. Я просто еще раз настаиваю на то, чтобы вы соблюдали условия нашего конкурса. Там в группе ВКонтакте четко прописано, чтобы вы выкладывали, вернее, свои фотографии, не своих мужей, жен, детей и так далее, друзей. Мне кажется, что так будет честно. Когда вы поймали и вы выложили, сфотографироваться, я думаю, не составляет труда. Если даже в соцсети не зарегистрирован человек, 30 литров бензина – это повод там зарегистрироваться. 30 литров бензина, а у нас еще замечательные балансиры сейчас есть еще. Спасибо большое Рустаму Садыкову. К 30 литрам бензина будут пролагаться два балансира. Два балансира. Два балансира, да. Очень хорошая штука. Причем в очень правильных цветах. В очень правильных цветах. Но не рабочие, потому что это практично. Я полностью уверен в том, что вы непростые, небесполезные приманки принесли сюда Рустам. Так что вот так договорились. Внимательно читайте условия. Ну и удачи всем. Ни хвоста, ни чешуи. Удачные зимние рыбалки. О мерах безопасности, конечно же, напоминаем. Да, не забывайте. Да, все-таки сопряжено с определенным риском. И продумывайте свои действия. И пользуйтесь, собственно, какими-то незамысловатыми хотя бы средствами безопасности. На этом сегодняшняя программа завершена. Я думаю, что посвятили мы достаточно подробно основные места клевые для зимней рыбалки. Будем возвращаться, безусловно, к этой теме, если особенно будут запросы на это. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Рустам Садыков, управляющий ЧПЦ «Нефтепродукт». Два рыболова с большим опытом. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. Трофей. Рыбалка.